Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Хотя традиционные металлические пластины эффективны для стабилизации сломанных костей, у них есть как минимум два недостатка. Во-первых, сложно придать им точную форму, необходимую для каждого пациента, поэтому в больницах обычно должны быть под рукой образцы различных форм и размеров. Кроме того, прилегающие мягкие ткани пациента со временем могут срастаться с металлом, что приводит к потере подвижности и ряду других проблем. Помня об этих ограничениях, ученые Королевского технологического института Швеции KTH разработали так называемую систему АТФИКОС. Хирурги начинают операцию с ввинчивания винтов в каждый участок кости, который необходимо стабилизировать. Головки винтов остаются выступающими из кости, что позволяет им служить опорными точками. Затем на целевой области создается временно мягкий и податливый пластырь, охватывающий все головки винтов. Этот пластырь состоит из чередующихся слоев волоконной сетки из полиэтилентерифталата PET и композита полимер гидроксиопатит, похожего на замазку. После подгонки под желаемую форму и размер пластырь подвергается воздействию высокоэнергетического светодиодного источника света, в результате чего он затвердевает всего за несколько секунд. Затем он остается на месте и служит той же цели, что и металлическая пластина, но, как сообщается, лишен большинства ее недостатков. В тестах, проведенных на руках с переломами костей пальцев, пластыри АТФИКОС выдерживали нагрузки даже при многократных сгибаниях и разгибаниях конечности. А когда пластыри накладывались на сломанные бедренные кости живых лабораторных крыс, было показано, что они способствуют заживлению костной ткани без каких-либо побочных эффектов. На рынок разработка попадет ориентировочно в 2024 году.